Всех рада приветствовать! Меня зовут Юля, вы на канале Простые Радости. Очень многих интересует вопрос о том, как и где я храню зимой свои поделки из цемента. Поэтому я решила вам рассказать и показать в этом видео, как я это делаю. Практически все свои поделки я никуда не убираю, оставляю на улице. Конечно же, цемент это достаточно прочный материал, морозов он не боится, но у него тоже есть, скажем так, свой враг. Это вода. Никому не секрет, что поздней осенью и ранней весной дожди сменяются морозами, случаются отепели и заморозки. Вода попадает в углубления, выемки микротрещины фигуры и замерзая может привести к ее растрескиванию и даже, грубо говоря, может ее разорвать. Сначала эти повреждения могут быть не очень заметными, но из года в год поделка будет приходить негодность. Поэтому я укрываю свои изделия полиэтиленом и заматываю скотчем. Конечно же, это не стопроцентная защита от влаги, все равно под пленкой будет собираться конденсат. Но лучше так, чем совсем ничего. Плюс это защитит краску и лак, которым я покрывала мои изделия. В идеале лучше защитить изделие специальным материалом, предназначенным для этих целей. Называется он «Укрывная армированная пленка». Выглядит она вот так, если кто не знает. Перед тем, как укрыть изделие, я его, если оно не сильно грязное, протираю влажной тряпочкой, даю высохнуть и только потом заматываю салфаном. Обязательно нужно укрыть изделие, удерживающее воду, как, например, мой колодец. Или корзины, кувшины, плошки, декоративные фонтаны. Иначе, если этого не сделать, то вода будет скапливаться в углублении, и когда замерзнет, то велика вероятность того, что она разорвет изделие. Также я использую мусорные мешки большого литража для этих целей. Я укрыла, кстати, мельницу таким мешком. Лопасти я не стала снимать, хотя они снимаются. Если вы видели видео о том, как я делала эту мельницу, лопасти прикручиваются шурупом к дюбелю, который встроен в саму мельницу. Но я хочу проэкспериментировать, посмотреть, как они прозимуют, что с ними будет весной. Мешки лучше поплотнее выбирать для этих целей. У меня был не очень плотный, поэтому я подстраховалась и еще сверху намотала вот этот плотный целлофан. Если изделие совсем грязное и тяжелое, как вот этот мой домик тыковка, то можно его помыть прямо на месте хорошенько водой, дать высохнуть и только потом укрывать. Маленькие изделия, конечно же, убираю в помещении. Мою их перед этим и даю высохнуть. Кстати, помещение не обязательно должно быть теплым. Это может быть сарай, какое-то ваше подсобное помещение. Да пусть это будет хоть обычный навес, главное, чтобы защищал от осадков. Вот это кашпо я тоже занесу под навес, потому что оно с многолетними цветами. Вот теперь мои изделия готовы к зиме. Вы тоже не забудьте до морозов укрыть ваши поделки. Я вам всем желаю хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Если вам была информация полезна, то поделитесь ей в соцсетях, поставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход моих новых видео. И до новых творческих идей!